Еще раз всем привет! Мне просто не верится, что наконец-то настал тот момент, когда я отсчитываю дни до отпуска. Я его жду еще с прошлого года, потому что в прошлом году мы ждали ответ из банка и не были уверены, получим кредит или нет. Я так переживала, что весь отпуск в Хорватии и в Италии я проплакала, потому что это огромная финансовая ответственность. Это, во-первых. Во-вторых, я не была уверена в справлюсь, и я сама с ремонтом, с дизайном и со всем остальным. В общем, в прошлом году я вам все это рассказывала, так что после переезда и всяких там неприятных событий, и очень приятное даже, мне просто хотелось отдохнуть. Поэтому мы выбрали отдых All Inclusive. Я, скорее всего, не буду снимать, потому что мне надо, знаете, как-то эмоционально восстановиться. Хотя, кто его знает, проходит несколько дней, и я скучаю, потому что для меня съемка каких-то влогов — это что-то такое приятное, и мне нравится делиться с вами своим позитивом. И сейчас я собираюсь на встречу с подружкой, потому что у нас не будет какое-то время. Потом я уезжаю, и как-то в последнее время у нас с собой было очень много работы, поэтому мы виделись реже, чем обычно. Так что уже убегаю, и потом в 3 часа дня у меня встреча с косметологом. Я ничего делать не буду в этот раз, но я иду на консультацию. Я говорила, что мне хотелось бы заполнить область под глазами, и вроде как я нашла толкового не просто косметолога, а это доктор. Поэтому хотелось бы с ней побеседовать. Мне тоже надо понять, мой ли это человек, как она видит красоту, и прощупать почву, прежде чем я отправлюсь куда-то и что-то с собой сделаю. Не факт, что я решусь на эту процедуру, но поузнавать хочется. Я потом как-то с вами поделюсь, и сегодня вот накрасилась. Я не пользовалась консилером, потому что доктору надо видеть мою кожу, чуть пудры, которую я без проблем вытру, уход. Но зато я попробовала несколько очень классных новинок, которые у меня появились. Сейчас вам тоже все покажу, и еще сегодня мне надо купить пляжную сумку. Купальники у меня уже есть, видео вам не показывала, так что сейчас быстренько обо всем. Так, здесь у меня две баночки, которые я повезу Насте. Хочу, чтобы она попробовала крем под глаза от Benton и концентрат от марки Kiehl с витамином С. Он очень классно выравнивает текстуру и цвет кожи, вообще не пересушивает. И, не знаю, по сравнению с остальными, вот он действительно самый классный из тех, которые я пробовала. Так что хочу, чтобы она тоже его оценила. Я всегда так делаю. Вот, знаете, всем подружкам, это настолько классно, это должна попробовать, а потом самой приходится что-то докупать. Но у меня есть еще одна баночка, так что с подружкой надо поделиться. И сегодня я накрасилась вот этой пудрой от Becca. И, в принципе, без тонального крема, она мне очень даже нравится, вернулась к румяным от Benefit. И сейчас жалею, что у меня не миниатюра. Возможно, куплю себе, потому что они красивые. И, видите, я ими пользуюсь уже, не знаю, сколько, год, наверное, дольше. И они вообще практически как новые. Так что, если вам нравятся такие оттенки кораллово-розовые с небольшим переливом, то стоит купить миниатюру, потому что их и так хватит на века. А на губах у меня сегодня оттенок Naked из вот этих помад от Urban Decay. Они очень комфортные. Если сравнивать с другими матовыми помадами, никогда бы не подумала. Мне очень нравится Backtalk. Это лилово-пыльно-розовый. И они стойкие, они приятные. И сегодня у меня на губах вот этот от тоже Urban Decay Naked. Я говорила, что я хочу кремовую помаду. И спасибо большое Urban Decay. Они тут целый пакетик прислали. Я буду пробовать. И там есть кремовая помада. Но мне вот даже было интересно, как вот это будет смотреться. И, по-моему, очень и очень красиво выглядит на губах. И губы вот прям не пересохшие. Вот эта палетка меня интересовала еще в тестере. В Сифоре видела. И вот тогда мне казалось, что это единственная палетка Urban Decay, которая мне срочно нужна. Потому что у нее такие более теплые оттенки. И все предыдущие их малютки на мне смотрелись слишком серыми. То есть они прям вот холодные лично для моего типажа. И вот эта палетка оказалась настолько классной. Она вообще не сыпется. Здесь нет шиммерных оттенков. Вот этот только сатиновый. Остальные матовые. И сегодня у меня на веках вот этот, этот, чуть этого и вот этот. Единственный, которым я не пользуюсь, это такой вот кирпичный. Он не совсем оранжевый. Терракотовый, наверное. Нет, кирпичный. Вот прям кирпичный. Они очень красиво растушевываются. И вы знаете, вот этот, это прям мой фаворит. Потому что он не теплый. Видите, какой. Его можно нанести капельку и затемнить какую-то часть века. Или же чуть больше и растянуть. Таким образом сделать плавную растушевку. Прям в складке. И вообще, ну сегодня именно так я накрасилась. Вы знаете, я прям под впечатлением. Казалось, что это очередная маленькая палетка. Но как-то в последнее время крашусь только этими тенями и тинтом от Armani. Вот этот у меня закончился. Я купила новый. Сейчас тоже покажу. Что там у меня уже на последнем дыхании. Прям пора от него избавиться. Я разбавляла его дюралайном. Это оттенок 11. Но уже видно по текстуре, что это не то. И на день мамы я также попросила мужа, чтобы он купил мне Эй. Лимитированный бронзер от марка Джейкобса. Красивый, конечно, бронзер. Но вот сказать, что прям он нужен всем. Что за ним надо гоняться. Надо переплачивать. Покупать его с рук и еще что-то там. Нет, мне не нравится запах. Он какой-то химический. Бронзер матовый и нейтральный. Он не слишком рыжий, не какой-то красный. Но и не скульптурирующий. То есть, сейчас камера кажется более холодным. Девчонки, ну не знаю. Как-то бронзер классный. Но вот это для фанатов косметики. В качестве подарка, ну я вам говорю, что честно, как бы можно без него обойтись. И здесь у меня несколько средств. Точнее пробников. Ну да, тинты Armani далеко не дешевые. Даже если учитывать какую-то там скидку. Но для меня они того стоят. И я подумала, раз уж был день мамы, гулять так гулять. И для меня это одно из тех средств, которые я использую на постоянной основе для повседневного макияжа. И не только. Это вот такое не перегруженное веко. Поэтому очередной тинт. Добро пожаловать в мою косметичку. И девчонки на стенде Armani уже хорошо меня знают. Они не смотрят на меня косо. Когда я перебираю всю косметику для того, чтобы выбрать что-то классное. Что-то, что подойдет лично мне. Вот. И с удовольствием дают мне какие-то миниатюры. Поэтому в этот раз порадовали меня косметичкой, миниатюрой туши и пробником парфюма. За что огромное спасибо. Все. Я побежала к подружке. Кофе выпит. И также хочется надеяться на то, что мое знакомство с косметологом пройдет успешно. И я узнаю что-то новое. Попробую что-то новое. Но посмотрим, посмотрим, как все пройдет. У меня тут есть несколько интересностей. Давайте поделюсь с вами кое-что новое в этом пакете. И пока тема лета актуальна, давайте поскорее все рассмотрим. Я купила себе два купальника. Это мои самые любимые расцветки и модели. И когда старые приходят в негодность. Потому что я то сажусь куда-то на песок с малышами. И потом песок так некрасиво забивается. Особенно в трусики. И не вестируется. Иногда цвета становятся такими блеклыми. И вот это моя самая любимая модель в H&M. Как-то вот действительно сейчас, когда чуть похудела, я без проблем могу себе купить лиф. Ничего не спадает. Мне нравится то, что здесь есть вот такая силиконовая лента. И он не сползает. Это, конечно же, были шлейки, но я их снимаю. И тогда нет никаких полосочек. Вот меня, в принципе, полоски от загара не волнуют. Но я очень часто хожу с открытыми плечами. И тогда это смотрится, ну, не то чтобы некрасиво. Но если я могу носить вот такой лифт, то почему нет? Я нашла свои модели, которые мне подходят, нравятся. И, девчонки, ну, вот как бы нет груди, нет проблем. Купила первый раз за долгое время просто треугольнички, которые мне подходят. И какой это размер? 36-й. Вот, можно затянуть. А вот эти у меня в размере 70B. И трусики я всегда беру на завязках. Потому что если чуть похудеешь, чуть поправишься, можно их подогнать по фигуре. И в H&M очень классное качество. Я даже как-то говорила, что они мне больше нравятся, чем Victoria's Secret. Потому что у меня они тоже были. Ну, сейчас в Victoria's Secret вообще нет купальников. Так что говорим только о H&M. Скоро будут скидки. Тоже можно что-то там поискать. И, в принципе, можно купить, к примеру, белый верх вот этому. И комбинировать их по-разному. Ну, в общем, я пока что взяла только то, что мне надо было прям по-срочному. И потом буду смотреть на скидках. Может, еще что-то прикуплю. Была в Украине. И моя зрительница Саша Пикула, это дизайнер. Она сама создает сумки. Прислала мне два подарочка. У меня есть одна сумка, которую я ношу с огромным удовольствием. Такая черная, с баклажановыми вставками. Сейчас у Саши появились новые модели. И она подарила мне такую поясную сумку. Для меня это был сюрприз. Спасибо огромное. Она кожаная. Здесь очень удобная. Я сейчас с ней бегаю. Но эта сумка просто, вы знаете, для молодых мамочек. И вообще у нее такие классные есть. Вот разные дизайнерские решения. То есть, какие-то колоски и маки, и однотонные. И она очень крутая, конечно. Даже я вот два раза бегала. У меня два раза спрашивали, откуда у вас такая поясная сумка. Прям останавливали или пробегали рядом. Что очень приятно. Но я сейчас бегаю не так часто, потому что я неважно себя чувствовала. Отдохну и буду это делать чаще. Но эта сумка не только для бега, для города отлично подойдет. Здесь кармашек. У меня, скорее всего, здесь наушники. Какой-то блеск. Для губ можно регулировать. То есть, у нее нет никакого размера конкретного. И тоже, если похудеешь и поправишься, можно все слегка подкорректировать. Сумочки приходят в пыльниках. Это очень приятно. Я радуюсь, когда кто-то что-то делает сам. Я всегда поддерживаю таких людей. И вот очередная сумочка в виде ведерка. Она сейчас абсолютно пустая. Она есть в разных фактурах. Я захотела себе пыльно-персиковую. Она кожаная. И как будто слегка лакированная. И то, что мне нравится в этих сумках. Вообще-то я сначала хотела серебристую. Но их так быстро разбирают, что уже не было. Я решила взять какую-то цветную. Вставлю вам фотографию с моим нарядом. И вот этих сумочках можно менять ручки. Я попросила две. Одна у меня такая светленькая. Светленькая, видите. А вторая сразу с несколькими цветами. Я хотела серебристую и разноцветные ручки. Но в этом году не успела. А вот эта сумка от моей Насти. В прошлом году она очень хотела себе что-то такого плана. Они не были настолько популярны. Настя ничего не могла найти в хорошем качестве. Поэтому сама купила. И я думаю, что если ей написать, она под заказ может что-то сделать. Я оставлю вам ссылки и на вот эти сумки, и на вот эту. Ну, на свою Настю точнее. Вы свяжитесь с ней, если вы хотите что-то такое. Здесь кожаная ручка, в отличие от той, которая у меня из Asos. И вот эта открывается таким образом. Она на колечке. Но я думаю, что Настя может придумать еще что-то. Если вы спросите, то может она что-то подскажет. Видите, она открывается прям как корзинка. Внутри нет подкладки. Но я видела, что сейчас такие сумки продают в два раза дороже. Я не знаю, сможет ли Настя отправить куда-то за границу или только по Польше. В общем, вы уж точно у нее спрашиваете. Что-то я как-то одной рукой не могу это сделать. И пумпона она тоже такой сама заделала. Классная, стильная, модная сумочка. И эта, и вторая, и третья. Еще я купила пижамку сейчас. Пижама из магазина Oysha. И, честно говоря, я бы там сейчас ничего не покупала. Потому что у них как-то, ну, не совсем дешево. И это все-таки не натуральный материал. Но мне очень понравилась расцветка. Я как глянула на свою старую пижаму. Я вообще подумала о том, что муж меня так вот каждый день видит. И решила, ой, надо срочно что-то купить. Потому что это неуважение в первую очередь к себе. Вот прям выстиранная пижамка. И я как подумала о том, что он меня такой видит каждый день. Возможно, это тоже никому из вас не приходило на ум. Но все-таки, все-таки я живу с мужчиной. Да, и я сама себе хочу нравиться. Так что решила себя побаловать и купила такую пижамку. Надо будет вообще посмотреть и в интимисиме. Где вообще классные, даже шелковые пижамки или что-то классное. Поделитесь. И сейчас вот мы будем ходить на пляж. Я только сейчас поняла, что у нас не будет коляски. И куда паковать все вещи. Короче, я пересмотрела все сумки. Ой, что-то же классное. Особенно, если у вас нет деток и много чего не надо паковать. А вот это такая практичная. Манго тоже есть классная. Но для моего роста она слишком большая. Как бы ее так показать? Ну, видите? То есть она не какая-то огромная, но и не миниатюрная. Чтобы в нее прям ничего не поместилось. Есть более женственные модели. Но мне хотелось что-то прям такое нехрупкое. Некоторые сумки выглядят такими одноразовыми. У меня чуть бардак, потому что я сейчас снова красилась. И, как понимаете, настроение уже чемоданное. Все потихоньку нахожу, достаю. И завтра вечером, вечером, ночью улетаем. Вот так она выглядит. Бегу на маникюр. Поскорее все сделать. И будет красота. А то я уже не могу вынести этот цвет. И вообще... Только что был курьер. Привез мне коробочку Look Fantastic. Мне их каждый месяц присылают. Но я не всегда вам их показываю. Так, что здесь внутри? Это какой-то буклет. О том, что в коробочке пишут или нет. О, Rituals у них появились. Все никак не могу попробовать их пенку для душа. Эль. Так, это сразу кладу в сумку. Пляжную. Буду читать. Ого. Наша позитивная стиральная машина. Эта мелодия, ну, во всяком случае, не так раздражает, как обычная пи-пи. Достойное наполнение у коробочки. Очень радует то, что бренды далеко не бюджетные. И это не просто саше, а или полноразмерное средство, или то, чего хватит как минимум на 5, а то и 10 раз. Вот такого скраба для кожи головы. Недавно рассказывала в видео о волостах. Это многими любимый бренд Кристоф Робин. Вот это крем на день, но только я не поняла, для чего. Для тела, для лица. Классный оттенок. Наверное, это какие-то тени, что ли. И тот же Rituals, который мне, собственно говоря, интересен. Вот это обалденный бренд. У меня что-то от них есть. Энзимный пилинг для лица. После него прям мягчайшая кожа. Вита Либерата. У них бронзеры, хайлайтеры классные. Вот это что? Органическая увлажняющая масочка. Может, стоит ее попробовать на море? Или ничего не брать? Не экспериментировать? Ну, то есть, что-то проверенное с собой в путь. Чтобы не оказалось никакой аллергией или еще непонятно чего. Но я любитель экспериментировать. И это одна из моих основных проблем. Вот.